Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешеного. Аминь. Мы вот с Романом тут разговоры как-то зашли. Я написал, какие пункты, что он один раз обсудили, я не люблю даже дважды возвращаться. Это мне его мнение-то известно, он знает, как я. Он верит, что земля плоская, я верю, что земной шар, он верит, что солнце на 7 тысяч километров, я верю, что оно на 125 миллионов от нас отстоит. То есть мы один раз обсудили, ну и все. Мне на наши отношения это никак не влияет. Ну проверить-то нельзя, я километры не мерил. Я знаю, открываю здесь в Википедии, показывают температуру солнца. Я сказал, тут данные даются, что температура тепла, которая, тепло вернее, которая отрывается от поверхности солнца, вокруг взять, за одну секунду, достаточно растопить слой льда толщиной в один километр вокруг всего земного шара. Я бы это поверил. Еще в армии это я прочитал. А почему поверили? Ну, во-первых, из такой дали, и только путем излучения. Я как-то сказал, давайте так вот соберем, ну, 100 тысяч тонн угля, хотя это невероятно, и зажжем ее на расстоянии 3 километров, безветренную погоду. Ну, а мы будем в стороне стоять зимой, и до нас дойдет тепло или нет? Да как оно дойдет? Никак оно не дойдет. Мы если 100 миллионов тонн зажечь, ничего не дойдет. Только через излучение. Ветра-то нет, оно кверху поднимается. А это через космос, такое тепло. Ну, я говорю, проверить-то никак нельзя. Ну, что Земля-то не плоская, а круглая. Потому что мы ссылаемся на щиты, опыты. Но есть такой момент, где можно самому проверить. Прямо я лично могу проверить. Роман говорит, а где я? Я говорю, горизонт. Допустим, когда затмение Луны, и отпечатывается круглое на Луне, это тень Земли, видно, что она круглая. Ну, ладно. Это можно как-то опровергать, а это совсем и не Земля. То есть, все время какие-то слова говорить. Вот. Из чего состоит Земля, и размер, диаметр, параллели. Все можно отрицать. То есть, отрицать можно, доказано, он не принимает. Но надо, чтобы убедился человек-то. Я говорю, как? Горизонт. Горизонт. И вот теперь, ну, стали говорить, когда я еще почему посмотрел вот этот ролик, называется «Адмирал Кузнецов. Первая встреча с кораблем НАТО. Конфликт едва удалось избежать». Вот такой заголовок по-русски напишите, и сразу оно выскочит. Ну, я бы мог показать, вот он вверху, какой. Ну, если кто не знает, просто скопировал вот сейчас я бы сюда. И вот здесь могу показать, как он выглядит. Вот он как выглядит. И на него если контур нажать, полностью записать, а потом курсор, и оно сразу на него выкинет. Ну, я его уберу отсюда. Я стал доказывать, показывать это дело. Ну, сразу беседа, Роман согласился побеседовать. И он, я ему показал по порядку, как это было. Я говорю, давай посмотрим. Вот это, а с этого момента здесь речь идет о горизонте корабли. И он смотрит сверху. Ну, высота там корабля огромная. Там, может, десятиэтажный дом. Вот здесь. Вот с прошлого вечера за нами следует французский разведывательный корабль в 60-кратном увеличении. Через корабельный визор я могу его наблюдать. Антенны круглые на нем. И вот там за кормой еще идут Норвеги. Норвежский корабль разведывательный. Но его за линией горизонта не видно. Вот я сам, то есть, таким прибором смотрит. Он все видит, но его за линией горизонта. Я как раз Роману говорю, за линией горизонта. А тогда он нарисовал свою схему. Вот она. Ну, я сейчас большая. А, показать. Ну, и все на этом. Я говорю, ну, ладно тогда. Я за это время выписал специально, что такое горизонт. И где лучше всего это проверить. Приверить, мы можем пойти и проверить. Ну, в течение... Доехать надо туда. Я покажу все данные, километры. Ну, и все. Ну, покажи, что ты показал. Что прямо смотреть, говорит, один горизонт. А если на угол, вот здесь вот, как на звезду, то горизонт будет дальше. Я говорю, да корабль хоть как поворачивается. И то далекое, и сразу будет ближе. Все, давай. Я хочу сначала, как... Ну, небольшое из Библии цитату. Да говори, говори. Из притчи царя Соломона. Глупый верит всякому слову и поступает без проверки ему сказанного. Благоразумный же внимателен к путям, начинаниям и поступкам своим. Да. То есть, благоразумный должен проверять. А глупый он принимает все, а все, правда. Да, да, да. Это так и есть. Ну, со мной это случилось пять лет назад. То есть, как будто это от меня не зависело. Это Господь так сделал. То есть, Он открыл мне глаза и начал смотреть на мир по-другому. И действительно, у меня были моменты, когда я начал проверять. А могу я проверить? Вот ученые говорят, Солнце весит столько-то, столько-то. Я не могу проверить. Поэтому, свобода моя ученая. Я могу верить им или не верить? Все. На этом заканчивается. Я не могу померить. У меня нет. Чтобы приблизительно сходилось. Если говорить, что в человеке, допустим, 105 миллиардов клеток, то я не могу 106 или 104. Ну, в общем-то, где-то рядом. Говорят, колбочек, там, у вас, 750 тысяч. Но я не могу проверить, 700 или 750. Но что-то есть то, что я могу проверить. Вот, например, горизонт. Да. Мы горизонте говорим. Горизонт. Вот там данные, вы с Википедии брали, что если человек имеет рост метр семьдесят. Я сейчас открою. Так, что я показал? Вот, сейчас это все закрыть надо. Горизонт. Вот он, горизонт один. Вот, метр семьдесят пять. Считаем, по порядку, просчитаем. Если человек над поверхностью Земли метр семьдесят пять, а ему надо увидеть, а что увидеть-то ему надо? Я теперь дальше поясню, пока покажу, чтобы понятно было. Надо, чтобы мы рассматривали предмет, смотрели на одном уровне. Это нигде невозможно, кроме как на воде. Вода везде имеет один уровень. Но вода-то колеблется, и лодка поднимается. Лучше всего там найти большой водоем, где застывшая ровная гладь. Она поверху застыла. Ни одной морщинки нет. И где озеро Байкал? Каспийское море черное волнуется, а это в горах. И вот если мы, ну я к примеру говорю, допустим, вот у меня метр семьдесят два сантиметра. Но если на два сантиметра сделать какой-то такой, ну размер рамки, ну два метра на два метра, чтобы далеко было видно. И из красной материи, флюоресценция там была, чтобы лампочки ли горели. Ну на пять сантиметров, или на пять сантиметров, чтобы она такой, рамка была вот так натянута. Далеко ее видно было. Ну я тебе пять сантиметров, а тут имеется в виду до самого конца. То пять сантиметров с меня снимается. Теперь метр семьдесят остается, раз там пять сантиметров. То вот я в нее буду смотреть. На каком расстоянии он скроется от меня за горизонтом-то? Горизонт мы не можем видеть, мы видим только где скрывается. Горизонт, это не дерево, ничто. И говорит, что можем видеть на четыре целых семьдесятых километра, стоя на земле. Это означает, если я метр семьдесят, а там пять сантиметров, я вижу. Но нужно, я думаю, так сделать. Когда мы пойдем, и чтобы тот, кто пойдет, ты, допустим, обязательно надел красную броскую, ну как на дорогах, флюоресценция одежда, чтобы тебя было видно. И с собой там фонарик или что-то, переговаривать все будем. В какой момент та вот эта рамка исчезнет? Со мной будут стоять люди моего возраста, ну, преклонятся маленько. Мы смотрим, на четыре километра семьсот метров мы видим ее. Дальше десять, сто метров, она исчезает. Ее хорошо видно, ну, четыре километра, какое-то расстояние. Она исчезает. А в каком? Вокруг на триста шестьдесят градусов. На любой стороны идти одинаково. Почему ты говоришь, что это глобус, земля глобус, не тарелка. Теперь, если на двадцать пять метров поднять этот девятиэтажный дом, вот как этот корабль идет, тогда видно на семнадцать и девять километров. Значит, нам нужно найти озеро такое, чтобы оно было семнадцать, почти восемнадцать километров. Дальше. Если колесо обозрения его называют таким, ну, для осмотра, двадцать пять и три десятых пятьдесят метров она поднимает. Бывает и больше. Тогда на двадцать пять километров. Если человека поднять, на поверхности земли аж, высота, на два километра, где эта гора, видно на сто пятьдесят девять километров восемьсот метров. На десять километров, если поднять, где-то самолет летит, 357 километров 300 метров. Если поднять на 350 километров, это космический корабль. Тогда видно будет на 2114 километров. И вот это мы можем приблизительно видеть, а на поверхности льда абсолютно точно. Притом на все стороны, на том же самом расстоянии, фигура эта скрывается. Ты теперь оттуда поднимаешь на уровень груди, и все видят. Ее видно. Ты опускаешь вниз, но только за этим расстоянием. Абсолютно с Вами согласен. Самый первый показатель. 175, да? Да, на ровном льду. Там красная тряпочка, как Вы говорите. Смотрим направо. Мы на льду. Скажем так, 10 километров вокруг ровный лед. Мы стоим на Байкале. Я нашел озера, где-то Байкал. Там поставили. Мы стоим. Направо смотрим. Красная тряпочка. Представьте, у Вас воображение хорошее. Миллион тряпочек в круге, как Вы говорите, в круге. Поставили мы эти тряпочки. Вот я нарисовал этот рисунок. Смотри. Сними, брат, пожалуйста. Да, хорошо. Мы ставим, вот. Даже вот моряка нарисовал. Расстояние одинаковое. Одинаковое, конечно. У нас будет горизонт выглядеть вот так. Не иначе. Это на глобусе. На глобусе он только будет так. А мы, когда смотрим, вот сейчас Вы там показывали Кузнецова, Кузнецова. У нас везде, вот на море, где штиль, у нас только вот так показывает горизонт. Потому что земля не глобус. Вот чем-то. Нет, не по этому. Это на фотокарсочке мы смотрим. Говорите, нет. Это предел видимости. Нет, так-то нельзя. Ты фотокарсочку берешь и сравниваешь. Вот это я нарисовал схематически. Если мы действительно поедем, расставим тряпочки вот здесь в миллион. Только за этим расстоянием его не видно будет. Правильно. Вот это не видно. У нас будет линия так званого горизонта, за которым уже ничего. Вот она будет. Везде одинаковая. И она будет такая выпуклая. Вот отсюда расстояние одинаковое. На глобусе она будет только выпуклая. Не на глобусе. Только выпуклая. Реально, на льду. Глобус уже мы забыли. Ну так правильно. Но мы считаем, что земля глобус там. Сейчас не будем уже говорить. Чтобы убедиться, в конце скажем глобус. Вот. Вот по-вашему и по-научному, как нам преподают в школе. Мы на месте проверить это можем. Вот, смотрите. Вот так будет. Можете проверить? Но будет вот так, я вам говорю. Да. Только так. А у нас вот так. Сейчас есть, смотрите. Да. Сейчас есть. Зум. Вы знаете, что такое зум? Что? Зум такое. Слышали слово зум? Ну, и что это? Ну, это английское слово. Оно всего нам все обозначает увеличение. Ну. То есть в фотоаппаратах или в видеокамерах или там сейчас какие-то подзорные трубы. Ну. Увеличение изображений. Все. Мы видим, например, человек стоит. 4 700. 4 километра 700. Все. Мы видим, например, море или на Байкале. Мы видим сплошная линия. Дальше мы ничего не видим. Ничего не видим. Если... Там мы видим все. Не видим только вот эту, которую рамку сделали на душе. Правильно. Ну, там просто, ну, по-научному, то есть там уже округлая земля, то есть она пошла вниз. То есть там уже... То есть если корабль начнет как бы проваливаться. Но если мы возьмем прибор вот этот с зумом. Да. Возьмем, приблизим, то мы увидим там еще. Ничего не увидим. Вот о чем мы речь? Что ничего не видно. Это горизонт. Он смотрит и говорит, за горизонтом еще не видно. Одно видео есть? А? Одно коротенькое видео, где человек снимает. Ничего не видно, он с зумом приближает и видит горы. Да мы в прошлый раз это смотрели. Не смотрели. Не смотрели. Не смотрели. Это вот я тебе сейчас покажу. А ну быстро он приближает и видно дальше горы. Дальше видно горизонт. То есть он отдаляется, он далеко видит. Нет. Нам горы-то зачем? Нам горизонт тоже. Горизонт, за которым не видно моих, на уровне ног моих не видно. Человек стоит на берегу и он видит только сплошную линию. А когда включает фотоаппарат этот или видеокамеру с зумом, начинает, там очень большое приближение идет. Это не имеет значения, дорогой мой. Так появляются горы. Ты рамку никуда не девай. Мы договорились. Мы, чтобы все было видно, не горы, все забудем. Рамку 2 на 2 метра, высотой 5 сантиметров, обтянутой красной материи. Внутри фонарики поставим, чтобы мигали. Ни днем, ни ночью за этим пределом вокруг не будет видно. До этого везде одинаково видно. А ты опять к себе. Ничего не будем, мы забыли все. Взяли только с собой одну рамку. И видно, что на любом месте рамка эта покажет, она скрывается. То, о чем вы говорите, вот покажет нам вот такой горизонт. Он будет такой. Дальше эта рамка, которая на льду лежит, ее уже не видно. Но он будет вот такой. Не видно. А мы видим вот такой. Ничего ты не видишь. Это ты на картинке видишь. Рамка вот идет, наша рамка 2 на 2 метра, здесь она исчезла. Это ты видишь воздух, горы. Ты выйди из этой, ну, фантастики-то. Конкретно, мы с тобой на льду. Мы можем потратить деньги выехать завтра. У меня время есть. И мы, лед застывший, мы узнали, а то скоро растает. И ты увидишь, эту рамку мы сделаем прям завтра утром. Я тебе серьезно говорю. И у тебя, когда ты увидишь, что шар, у тебя все в шарики на место встанут. ровно на 4 километра и 800 метров. Все. Вот такой будет. И ты теперь пойдешь в другой, но придется много ходить. Много ходить. Теперь на другую сторону. И если оттуда, я себе рамку такую же оставлю, чтобы ты оттуда смотрел и видел, я буду отходить, и ты видишь, она исчезает. Никакой бинокль не поможет. Тысячу километров из космоса мы не можем видеть. Но возраст 4 километра мы можем видеть. И куда ни поверни, она за этой гранью скрывается. Все. А теперь, если ты отошел дальше, а ты-то весь в красном, я вижу, как постепенно ты исчезаешь. Я смотрю, четко ясно видно. До этих пор, наконец, одна голова, четко и ясно. Ноги исчезли. Куда? Ну, они раз дальше там написано, как будет видно. То есть забудем все интернет, забудем какая земля. Мы первый с тобой раз услышали и говорим, в конце концов, нам дух лжи не нужен. Я исчезну. А? А вы возьмете бинокль и меня опять увидите. У меня есть. Он 4 раза увеличивает. Ну, так как? Если я исчез за горизонтом, как вы меня опять увидите? Нет, ты не исчезли. Только ноги до сих пор, чтобы видно было. Как? Никак не увидишь. За горизонтом должен я теперь подняться метров 50, тогда я убью. Вы возьмете бинокль и меня увидите. Ты слушай, это уже все. Это мы можем проверить. Никакой Ньютон, не надо говорить, Менделеева сатанистом называют. Да, можно, можно. Не надо. Все. И вот здесь только мы... Ты отойдешь 100 метров, и все, эта рамочка скрылась. Я стою на льду, рамка лежит на льду. А ты теперь говоришь, а будет дальше, там ничего не видно, там и тебя не будет видно. А как дальше, видя, подняться, этому надо будет. Вот войти в этот режим, второй. Возьмет фотоаппарат или видеокамеру с зумом, и он увидит, приблизит и увидит. Он приблизить ее может на этом расстоянии. И увидит. Нет. Потому что это зона видимости нашего глаза. Когда ты далеко на корабле, там он может видеть. А ты ровно стоишь на льду. Твоя высота, глаза твои находятся на уровне метра семьдесят. Видео включить, человек даже вот, он ставит вот так. Так, ты когда-то это делал, нет? Близко. На льду. Нет. Мы можем выйти, даже на лодку. На машине ездить. В одном, в одном. В одном направлении. Вот здесь. Ну, сейчас никак нельзя, уже снегу много. И я стою на земле. Вот стою, просто ясно. А ты там с этим. И у меня такой же здесь пять сантиметров рамка где-то. И чтобы проверить, а также, чтобы она и ночью, и днем, никакое приближение ее не может взять. Она исчезла за горбом земли. Если выше подняться, ее тогда видно будет. Выше я стул поставлю рядом, теперь я его вижу. Везде, куда ни поверни, результат одинаковый. Правильно. До метра. Вы без бинокля, вам надо подниматься без бинокля. А если вы не будете подниматься, а просто возьмете бинокль, вы увидите. Зачем ты? Это неправда. Ничего не увидишь за горизонтом. Ну, я ее так, за четыре километра и так вижу. Ну, давай. Зум, подсорную трубу, я ее вижу. Ясно, щетка. Но как только ты дальше отошел метров двести, все, никакой зум не приблизит, потому что это горб земли. Приблизь. Горб. Но так как она большая земля, поэтому выпулка все медленно идет. Давай еще раз посмотрим. Это опыт, который мы можем с собой сделать. А вот, да, включительно этого, Кузнецова. Смотри. Можем ли мы здесь с тобой сделать так, чтобы где-то поднять на девятиэтажный дом? Можем. Там, прямо около берега, стоят корабли. И залезти на это, ну, тогда надо идти 17 километров. За это видно 900 метров. 100 метров, ровно 18. Уже не видно, потому что горб скрыл. Потому что там ни корабль стоит, ни гора на 5 сантиметров рамка. Все по боку. И при том, ну, я не могу проверить, вот самолет это видно, а вот это очень легко проверить. Стоя на земле, там рамка, которая лежит на моем уровне, уровень одинаковый. Теперь смотрим, что такое уровень. Но остальное-то ты просто не соглашаешься. Трудно, конечно, отстать от этого. Сейчас мы посмотрим, что я тут набрал. Вот смотри. Байкал. Посмотри внимательно. Ну, вот тут говорится, какая широта, северная широта, восточная долгота, и ты в это не веришь. Почему? Ну, как, нет. Это параллель, это только на шаре земном. Не надо. Не, не, не. Нет. На тарелке все. Нет, нет. На тарелке все. Ну, ладно. Страна Россия, Бурятия. Высота над уровнем моря 456-457 метров. А уровень моря что такое? Это ноль. Это мировой океан. Моревой океан. А он над уровнем, почему? Потому что во впадине и дальше не поднимается, у нее уже вода сливается. Она не может подняться. Ты в это веришь? Размеры. Длина его 636 километров, а ширина, длина его, а ширина 79 с половиной. Опровергать будешь или нет? Да, при чем? Вот именно. Я признаю, что... Байкал, Байкал. Сейчас по порядку. Площадь его дается, объем воды сколько километров, длина береговой линии 2000, наибольшая глубина 1642, средняя глубина 744, соленость, прозрачность. И теперь вот из космоса показывать, как выглядит. Этот самолет не может так показать. Вот он весь. Это 600... Смотри, сколько? 636 километров. Вот они 636. Вот он Байкал. Водная система, ссылка на какое природные категории. Ну, это все. Карта, какие города рядом. Байкал с прилегающими заповедниками. Почему называется Байкал? Озеро тектонического происхождения. Байкал в районе, там, где Бурятии. Дно Байкала на 1160 сантиметров ниже уровня Мирового океана. Ниже. А зеркало его вот на 457 метров выше. Ты понимаешь, что цифры это? А почему? Сейчас увидим. Я просто прокручу глубину. Тут показано, где объем воды. Глубина. Сейчас, не знаю, тут есть, нет. Вот они где. Ну, она получается где-то... О, смотри, внимательно. Вот это что? Уровень? Мирового океана. Да, Мирового океана. Уровень. А вот это какое озеро? Ну, ладно. Вот это-то Байкал. Байкал. Вот она, вот она как она. Она стоит какая? А вот его ниже уровня. Ну, тут видно, насколько ниже. Вот уровень... Вот 1181 метр. Вот. Но вершина-черта выше. Почему? Но он находится как в сосуде. Ну, понятно. Это все понятно. А проверять не буду? Нет, не проверять не буду. Потому что я... Ну, все понятно. Да, я не мерил, но... Ну, смысл понятен. Понятно все. Понятно. Идем дальше. Сейчас я кое-что... Еще буду показывать. Так. Каспийское море посмотреть. Вот оно, Каспийское море. Это не с самолета. Это все из космоса. Вид написано. Вид из космоса. До единой черночки точно. Космос это где-то до 350 километров. Да, 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 да. Правильно. Ну, я согласен, что... Ну, никак нельзя. Что-то нам вообще... Нам жить не надо. Говорят, все. Все, не верите, ни картам, ни еще. Какие страны граничат с ним? Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Высота. Минус 28. Ниже уровня Мирового океана. На 28 метров. Уровень. Размеры 1200 километров на 435. Площадь, объем, длина. Вот оно показывает. Сколько впадает рек. Водосбор какой. Соленость. Теперь побольше. Каспийское море. Теперь. Крупнейший на земле замкнутый водоем. А там пресная вода. Самый крупный Байкал. Ну, я думаю, что я согласен. Тут так. Теперь много. Солоноватая. На какой процент? А там абсолютно чисто. На 40 метров видно камушки в этом, в Байкале. Потому что там какой-то такой состав. И вот эти растения, которые микроорганизмы. Вот. Каспийское море. Они затуманивают воду. Байкал все уничтожает. У него вода как слеза. Я был там и купал. Я увидел, я вчера видел, смотрел, как вы... Да, да. Но вы там не купались? Ну, да я... Как купаться? Зашли? Там невозможно. Скользкие камни, да. Камни просто как будто бы обмазаны маслом. Но я в воде обкупнулся и собаку завел. Дальше пойти невозможно. Оно мелко-мелко-мелко идет. Но не в этом дело. На арабском языке как? Вот так называется. Хазарское, персидское, дарьяе. Хазар. В турецком, азербайджанском, крымском, татарском. Хазар, дингизи. Дальше. Да и какие моря, то и морями называется. По их. Ну, и дальше, дальше, дальше. Историческое, ну, геологическое происхождение. Полуостров. То есть я показываю над уровнем моря и дальше. Мне это интересует. Ну, это Карабагазгелл, тот самый большой, который рядом с ним находится. В нем находится, что там, говорит. И там испаряется. Ежегодно из Каспийского моря в Карабагазгол поступает 80 кубических километров воды. По другим, да, ну, 25. Смотря какой наплыв. И около 15 миллионов тонн соли. Ну, не буду же опровергать-то. Потому что там, на самом, где побережье, они его добирают. Я видел-то, соль. Ну, просто бери ее, экскаватором копает и все. Мы купались. Ну, они как, как они обычно, они берут площадь, на каком-то участке, например, там взвесили, там что-то, и приблизительно. Это все, ну, точно, конечно, невозможно. Это понятно. Приблизительно они высчитывают по всей длине. А как ты все-то не возьмешь? Разумеется. И дальше. Прибрежье государство. Иран, Туркмения, Россия, Азербайджан, города на побережье его. Баку, крупнейший город, рыбы. Вот все-все-все-все-все-все-все. Я показал, что такое уровень Каспийского моря подвержен значительным колебанием. По данным современной науки, в течение последних трех тысяч лет, величина изменения уровня воды Каспийского моря достигала 15 метров. Ну, там по разным причинам спорить тут не о чем даже. Вот. Ну, и дальше я прокручиваю, чтобы показать состав воды. Тут работы, экспедиции сколько было, при царе-батюшке даже. Какая рыба? Кефаль, кельма, кутут, лещ, лосось, сокон, щука. Вот она опять. Максимальный разлив. Разлив. Минимальное сокращение. Голубое. По герасиму. Ну, то есть авторы, кто был, исследовал. С этим мы согласны. Так, да? Добыча нефти и газа сколько. Вот они. Мы их видели прямо на наших глазах. Мы там были. Мне всеми так. В отношении Каспий. Это я все выделил. Ключевым является то физико-географическое обстоятельство, что он представляет собой закрытый внутри континентальный водоем, не имеющий естественного соединения с Мировым океаном. А если открыть где-то, прорвет, поднимет его в уровень сразу там на 21 метр. Если там, ну, который выход воды-то дает-то. Ну, там же ж у них канал все равно-то есть этот... Нет, выхода нету никакого. Если канал только сделал такое, со шлюзами, чтобы поднимало. Ты знаешь принцип шлюзов-то? Конечно. Два шлюза вместе подняли, перекрыли, теперь следующий Да не, был в шлюзах. Я опять. На Дунае работал. Это Панамский канал, я смотрел, как делали. Ну, и вот здесь мы увидели. Это он не имеет выхода прямого. Так, я закрываю. Что я еще взял? Уровень моря. Отметка. Высота точки земной поверхности над уровнем океана. Ты правильно ответил. Океан. Океан. Это уровень. Высота над уровнем моря может быть приблизительно определено, как расстояние по вертикали от объекта до среднего уровня поверхности моря, не нарушенного волнением и приливами. А это, возможно, когда? Когда все застыло. Приливов нет. Это самое лучшее, конечно, съездить нам на Байкал. Это мой, в один день все твое что-то, что плоское, ты даже не вспоминешь, скажешь, я теперь сам вижу. Вот что покажет нам. Да нет, вот так, и ты так увидишь. Горизонт будет такой вот. Везде одинаково. Куда не пойдешь, 4700, 800 уже не видно. Вот эту рамку сделать. Я уже обдумал, где материю взять, я выпрошу здесь. Лампочки, чтобы горело. И когда это ты увидишь, кругло, а дальше все встало на свое место. У тебя вот за этим встало. Ты просто, ну, поверь. Дальше. Высота над уровнем моря может быть приблизительно определенна, как расстояние по вертикали от объекта до среднего уровня поверхности моря, не нарушен волнением и приливами. Это хорошо. Балтийское море, Кронштадтское. Дальше. Самый низкий участок суши в мире. Побережье Мертвого моря. 417 метров ниже уровня моря. Мертвое море в Израиле. Самый низкий участок суши в России. Вы слышали, рыба появилась в Мертвом море. Не понял. Свежие данные. Недавно. Ну, может быть, потом. Оживает. Сейчас посмотрим, что такое уровень. Мы договорились. Самая высокая точка суши в России. Гора Эльбрус. Самая высокая в мире над уровнем моря. 8000. Жамалунгма. Эверест. В России показано. Ну, все. То есть, с этим согласны. Что такое высота. Что такое горизонт. И последнее. Я уже взял Черное море. Из Википедии. У этого термина существуют и другие значения Черное море. Какие? И дальше дается площадь его какая. Объем. Длина береговой линии 3400. Наибольшая глубина 2 километра 210 метров. Средняя глубина 1240. Видишь, какая площадь. 402 тысячи квадратных километров. Объем 555 тысяч кубических километров. Ну, тут проверить мы не можем, но все-таки из космоса. Вот оно как выглядит. Космический снимок Черного моря со спутника НАСА Американский. Это не прям все показывает. Черное море. Море бассейна Атлантического. Босфор соединяется. На каких глубинах. Когда что было. Название. Черное море. Его звали Северное море. Это очень нужно будет, когда мы будем 37-ю, 38-ю главу языки или считать. Северный народ придет. Для них мы северный. Черное море у нас это самый юг. А для них это самый север. Северное море называлось. Гидрография. Вот оно какое выглядит. Вот оно, проход. Тут уже есть. Крымская. Ну, тут сколько названий, геологии. Я посмотрел это. Я все эти не считал. Дальше. Одна из гипотез возникновения Черного моря. Гипотез. Теория Черноморского потопа. Гласившись в Тен-Тривчис 500 лет назад. Это уже Адам был. Оно представляло собой самое глубокое на земле пресноводное море. Уровень был ниже современного на 100 с лишним метров. По окончании ледникового периода уровень Мирового океана поднялся. И Босфорский перешей был прорван. И тогда все сравнялось. Теперь у него... Здесь не написано уровень какой. Он уровень Мирового океана. Здесь это и данных не дается. Почему? Так он соединился. Он соединился, да. Соединился. Ну вот, теперь мы договорились. Это приливы, отливы, тут кислорода, сколько в этих... Материал-то очень большой. Я сейчас вот проведу его, чтобы видно было. Данные, данные, данные. Посмотри, сколько вот это считать. Вот представь, сколько я пролопатил за эти дни. Ну, это кое-что нам не потребуется. Это я просто пролистнул. Архивные данные и так проще. Вопросов нет по этому. Вот что я за это время накопал. Оно волнуется, оно не замерзает. Сейчас самое удобное, это Байкал. Рамку сделаем. Лучше две рамки. Не так это тяжело поехать. Что ты скажешь, а может ты видишь меня, ты в бинокль видишь. Да что без бинокля видишь, не полных 5 километров. Да это я вообще об этом... И куда ты не пойдешь. А если ширина 66 километров, то можем на 4 стороны. Как бы мы, какую сторону бы мы не смотрели, мы все равно увидим ровную линию. Ничего мы не увидим. Мы только увидим, ты стоишь где, вот здесь вот. Горизонт это шар, а не то, что мы видим. Мы видим просто дальше воздух над этим. А горизонт это тогда ты отсюда будешь видеть, где скрывается деталь. Допустим, у нас рамка высотой 5 сантиметров. И она скроется вот здесь вот, где-то, не туда. Вот здесь воздух, по-вашему. Дальше воздух. Значит, вот эта линия у нас загнется на глобусе. Здесь не горизонт. Горизонт-то вот где он пойдет где-то. А это мы только видим воздух, который над нами рядом, видим его. А там дальше мы уже не видим его. Вот это где Кузнецов. Где Кузнецов. Там даже он смотрит. И линия ровненькая. Это ровненькая, а они видят воздух, а не горизонт. Нет, там она разделяет. Горизонт видят только, который перед нами есть. А если корабль вот так повернется, и там корабль, и он на том же расстоянии. Волнами-то разворачивает. А не так, что так повернул, и теперь куда-то дальше горизонт отошел, как ты рисуешь. Вот какой же это горизонт. Это на фотографии. А на деле ровно будет, они же и показывают, ровно на 4700. Все. Согласен поехать? На Байкал, где-то попросимся в гостиницу, ночуем, две рамки сделаем, фонарики крепкие зарядить. И ты увидишь, 5 километров, ну а как 5 километров? Ну, шагами замерить можно. Посмотри. Нагидит, у нас получится... Нагидит, у меня есть человек, там заедьте туда, будет время заедть, там человек есть. Тебе расскажут там, где что. Давай. И вот здесь, когда мы сейчас будем смотреть адмирал Кузнецов, то он говорит, скрылась за горизонтом. И куда бы ни повернул корабль, ровно на том километре оно скрывается. А почему далеко так видать? Так мы-то не, метр семьдесят. То есть горизонт, это линия, за которой... Да, то есть он скроется именно вот так, не та высота, которую мы видим дальше, а именно вот так вот, за этой линией. А это мы видим воздух просто. На льду это мы все увидим. Куда ни поверни, 4 километра и все кончилось. Здесь у нас корабль, когда исчезает, вот, исчезает. Я как детство здесь не взял. Когда исчезает у нас корабль, вот, парус, да, ну, он скрывается, мы корпуса уже не видим, корабля, мы видим только парус. Да. Вот. Значит, если посмотреть сбоку, вот мы сейчас отсюда смотрим, но если мы отсюда посмотрим, у нас должен быть такой, мы видим только парус, он должен быть изогнутый, выпуклый. Это если глобус. По-любому, иначе никак. Мы это-то выпуклость не видим. Как? Почему его не видим? Если мы видим, как корабль исчезает, мы так... Исчезает, вот он где исчезает. Для него в воде будет горизонт теперь. Горизонт подвинулся в зависимости от того, насколько мы выше. Или он выше. Но если это на глобусе, мы должны видеть выпуклость сбоку. Да мы не можем это видеть. Как мы можем видеть? Мы не можем, потому что этого нет! Да нет, ну как ты можешь видеть выпуклость-то? Это огромное расстояние, тысячи километров, оно нам и незаметно. Нам кажется, вот, с плоской и все. Если человек... Две параллельные линии в бесконечности сходятся. Даже это доказано. И бывает точка такая. И вот он, допустим, вот нарисовал здесь. Ну, там мы смотрели в прошлый раз. Они не могут никак сойти. Это издалека. Издалека не видно. Ну, допустим, я залез на гору. Я в горах был. Я вижу издалека другую гору. А почему? А она не так и далеко. А если мы две, это выходит, что я на две горы залез. И поэтому... А которые далеко-далеко в бинокль, их видно только вершины. Потому что они скрылись за горизонтом. Но это километров, может быть, 50 уже. Я не на больших горах был. Ну, в эту... Да, у Карпатных был тоже. Смотришь там, горы, горы... Это не из-за... Ну, 5 километров. Ты можешь смотреть. Вот 5... 4 километра 800. Ты видишь, рамка стоит. Я с собой помахал рукой. Теперь иду дальше. Кладу рамку. Нет, и ты смотришь. Ничего не где-то. А меня ты видишь, но видишь, уже только без ног я стою. Ну, если позволите, можем включить. Там видно, как приближает. Ну, теперь я опять включаю. Он говорит, это за горизонтом. Зато можно увидеть на радаре. Вот. То есть за горизонтом мы на радаре можем видеть. Вот. За горизонтом. Вы радар-то видели? Я на корабле видел. Еще бы. Там такая есть шкала, то есть переключает он. Вот там сейчас по центру кольцо такое идет. Ну, главное... Сейчас к его терминологию послушаем. Это французский разведленный корабль. О, видите кольцо? Мы его наблюдаем визуально. То есть одинаково он видит везде горизонт. Круг. Не так, что в одном месте дальше, в другом ближе. Ты смотришь фотографию. Ты сейчас видел здесь? Давай назад вернем. А вот норвежца. Сейчас. Слушай. Так и звучит. Старший похода. Доложить о готовности к обеспечению полетов авиации. Звание у него вице-адмирал. Это генерал-лейтенант. Попало, что именно в тот момент, когда мы брали у Соколова первое интервью, к нашей авианосной группе стали подходить наатовцы. Вот с прошлого вечера за нами следует французский разведственный корабль с шестикратным увеличением через корабельный визор я могу... Какое? Шестикратное? Шестикратное. Хорошая. Надо наблюдать. Антенны круглые на нем. И... Видишь? Антенны круглые на нем. Да, ну видите? А? Ровненькая линия. Вы говорите, как... Это воздух, а это вода. Да это вода, которая здесь. Это вода, это недалеко вода, которая... Правильно. Это наша вода. Это линия на земле. Горизонт вот только, где мы видим. Дальше мы не можем определить. Алло. Предмет определяет только, а не то, что я вижу. Вижу я воздух. У меня сливается все. И вот он видит. Если бы мы сейчас вот опустимся по трапу на низ, на самый низ, мы будем видеть только клотик. Вот он этот сойдет. А у нас, то есть, зрение не позволит нам видеть больше? Ну, в эту трубу, эту трубу снимем с собой. И в эту трубу посмотрим. И всего корабля мы уже не увидим. Увидим. Ну, вот это уж совсем дуришь. Чего? Когда далеко не видно, вот так, корабль, и это... Капитан говорит, а ну-ка залез повыше. Залажу выше, я начинаю смотреть. Я говорю, у него надпись видать. А спускаюсь, надписи не видно. Она за горизонтом. Я в море плаваю. Да, потому что вы... Во-первых, конечно, с высотой увеличивается. Так, я доказывать еще не буду. Едем или не едем. Если едем, ты убедишься на 100% и там по льду поползешь. Скажешь, виноват, я дурью маялся. Ты слышал сегодня, как самая мощная группировка в мире, это слет дураков. Их, говорит, в каждом обществе хватает. Всякую дуть придумают. Земля не такая, а какая она? Как ее мерить? Так можем... Так это абсолютно не об этом говорится. Хорошо, у батюшки сделали операцию аппендицит. Что это означает за операция? Объясни. Против чего она? Ну, аппендицит. А? Есть в организме человек аппендицит. Где... Кто аппендицит, это болезнь, она не может там быть. Ну, что-то там накапливается. Где накапливается? Я смутно знаю. Мне не вырезали. Я тебе объясняю. Прямая кишка. И на ней есть маленький отросток. И у него разная длина. Бывает длиннее, бывает короче. Но отверстие в него очень узкое. Там полсантиметра бывает. И оно закрывается клапаном. Зачем она? Она не зачем. Но в нее бывает иногда, бывает сбой такой в организме, попадает что-то. И оно начинает там загнивать. И тогда в Америке решили. Вообще-то никто не может определить, для чего она. Она никакой роли не выполняет. Стали ее, выпуская из роддома, сделать операцию. Ребенку. И целые, там я не знаю сколько там, ну очень много сделали операции. Нормально, теперь они не болеют. Но наступило 16 лет, они как сдурели ребятишки. Какие-то болезни пошли. Из дома убегает. И никто не может понять, а кому. Стали смотреть на тот, у кого вырезали. Оказывается, там находится особая микрофлора. И против которой щужные бактерии появляются в организме. Они сразу оттуда выходят и начинают их поражать. Это как гланды у человека. Они не нужны. Но они предохраняют заражение другим. Я сегодня копался, все нашел. Аппендикс называется. А болезнь аппендицит. И как операции делают, как перетягивают. Все абсолютно есть. Мы определяем, что нам не нужен он. Но он нужен. У Бога личного ничего не бывает. И вот так и здесь. Дальше сейчас гляди. Я остановил. Вот там за кормой еще идут норвеги. Норвежский корабль разведывательный. Но его за линией горизонта не видно. Линия горизонта, она везде одинаковая. Это он говорит. Если бы у него прибор увеличивал в 12 раз, он бы их увидит. Ну не надо. Ну а ты уж совсем-то это... Ничего он за горизонтом увидеть не может. А радар видит. И он дальше что-то... А то можно увидеть на радаре. Смотри. Радар видит только круглый. Потому что разар. Везде одинаково. Не как ты на снимке. По диагонали вроде дальше горизонт. Горизонт это видимость. Видимость. Я лед не могу увидеть, где он кончается. А красный, от которого рамку, ее будет видно. За этой рамкой ничего не видно. Ни бинокль ничего не поможет. Он за гранью горизонта. Если на стул я встану выше, значит тогда я его сразу увижу. Мы можем взять с тобой где-то буретки, говорится, выпросить у кого-то. И ты там поднимешься. И в самом деле теперь видно. Опустился ниже, ничего не видно. Это перелом, где горизонт. Вот это уже абсолютно неотразимое. Проверить можем мы в любой момент. Могли бы и на Аби проверить, если бы она застыла ровно. Но она буграми, льдами и снег. А там никакого снега даже нет. Мы можем посмотреть, но зрители наши есть, и еще канал смотрят. Итак, здесь французский разведленный корабль. Мы его наблюдаем визуально. Визуально, прям на грани. А дальше не видно, он уже скрылся за горизонтом. А этот визуально, то есть глазами видит. Он объясняет, это все правильно. А вот норвежцы. Видишь где? Он там научит. Не надо, не надо. Смотри, аж куда бьет. Нет, так не годится. Куда аж бьет. Что по мне не сходится? Он дурак. Я не говорю дурак, он научен человек. Я тоже так верил когда-то. Но он видит конкретно, приборы не показывают. Я тоже, Геннадий Тихонович, я когда-то все так верил. Не надо. Брат, смотри внимательно. Он говорит, это видим визуально. Вот он, как раз на грани горизонта. А этот? Их не видно. Они за линией горизонта. Ну еще не понятно. То есть опровержение полное, никому не верю. Это уже еще большой группе принадлежишь. Дураков и все. Говорит человек. А может быть и так. Во всем мире. А может быть и так. Может так. Во всем мире все моряки все знают. Да и на суше люди это знают. Но проверить самый лучший способ. Я нашел лучше Байкала нет. Ровно как стекло поверхность. И лед до метра полтора промерзает. И пойти и взять рамки такие. Это ничего не стоит. Мы можем выехать завтра. И ты оттуда приедешь совершенно другое. Это вот демона лжи от тебя Господь отгонит. Я же за тебя бьюсь. И у тебя все станет сегодня показывать стельников. Один по его примеру приехал. Это мошенник. Это жулик настоящий. И он мужик в деревню приехал. Говорит. А надо поехать. А строится на что? Ну это тебе отстегнет кто-то 5 миллионов. А кто? Это у тебя. Ты раскопал кубышку. Золото ищешь. Обман. Он говорит. Он обманывает. Я выехал. Еще не эту курочку завел. Ну что на яйцах? Теперь надо говорит. Корову кое-как занял. Я этот ролик кинул ему. Посмотрите сегодня. Я скинул этот ролик. Это живой человек говорит. А тебя сразу раз. И дальше подряд все как он кидается. Стоит он как помешанный. Ролик за роликом. Он сам стоит. Герман Стерлигов. И дальше говорит. Лохотрон разыгрывает. Он всех людей за дураков считает. Библия переведена неправильно. Церковь православная патриархия еретическая. Царобряция еретическая. Зарубежная еретическая. И он кого-то знает. Это он только выступает. И на моем форуме я все перетянул. Вот смотри. Я сейчас открою. Он как будто человек из прошлого. Смотри. Стерлигов Герман Львович. Это у меня на форуме. Наш форум. Зайди. Все материалы вместе. Я понял. Просто скоро, Гнатитин, вы знаете, мы сейчас время какое живем. Скоро он будет прав, потому что вакуменизм... Он не будет прав. Вакуменизм вступают все. Да не вакуменизме речь не идет. Ну да. То есть он с опозданием... Но он ничего не сделал. Он не отмешал. Нет, с опоряжением он начал. Он не молится. Верующий человек не ведет. Хватает там корреспондента, за столом сидит. Ты видел это, нет? Я видел. Там, говорит, лицевой свод это какая-то бредятина там еще. Он взял... Да кого взял? Он телефоном его бьет. Пошел еще ударил. Там разбитое полетело. Это кто так ведет себя? Ну явное дело, что... И вот этот мужчина... Ну сейчас даже могу показать. Хотя он и не к делу, но... Вот второй. Сейчас откроется, если. Вот. В бешенстве кидается на Медведева. Вот сейчас так откнем, ты его посмотришь. Ну я это видел. Видел? Теперь смотри. Герману Стерлигу обвиняют русскую правую страну в ереси. А ответ старообрядцев доказывает его. По пунктам разбирает старообрядец, что все он врет. И на гриппельной доске все это показывает. И я сегодня вот поставил. Переселенец о Германе Стерлигове. Хочешь глянуть? Посмотри. Здравствуйте, друзья. Это проект «Жизнь деревьев». Ну понятно. Он обманывает везде. И дальше посмотри, как я... Утопия Германа Стерлигова. Это люди, которые разбирают. Нашумеев... Так, что у него сейчас есть? Переехал в деревню с нуля. Так, это фильм. Или что-то тут есть. Сериалы. А Герман... Владимир Тихонович, я увидел другое. Ну, другое-то другое. Я увидел, знаете что? Если минуту хотите, я скажу. Я увидел, что этот человек вытаскивает людей с города на землю. И он прямо так говорит. Говорит, если выбросить этот телевизор, расстреляй этот телевизор. И он в этом прав, потому что телевизор это зомбоящий. Вот это ты говоришь. Во-первых, кто тебя разрешит? Бери землю. Не надо никакой регистрации. Я, говорит, принес, от которой пахать-то нет. Только ручной пилой. Электричество, чтобы... Ну, он говорит подряд все с Германом. Я смотрел видео, где они научили бесплатно, а если адвокатам... Да нет, ничего. ...по гектару бесплатно дают землю. Понимаешь, нет? По закону. Ты не прокормишь даже семью. Он против тракторов, против бензина. Ну, а сам на машине ездит. Он смеется над всем. Еще вы не видите. Он всех считает за лохов. Он говорит, я бы ехал на конях, а нет дороги для... Он в Москву не... Ты коня-то на что купишь? Он, говорит, приехал в деревню, у меня как-то не было. А он все время 3-5 миллионов. Я говорю, да 3-5 миллионов, я говорю, хоть 700 тысяч кто бы дал. И вот я приехал сейчас, говорит, все, ну, нашел такую избу. Землю-то кто мне даст? В один день тебя туда вышло, ну, вот идти нужно только так, как мы. Мы что сделали? Приехали в свою деревню. Ничего еще не сделано. А уже начали ходатайствовать перед краевой администрацией. И нам дают официальную бумагу, что на их совете принято решение о восстановлении Потеряевки. Номер такой-то губернатор подписал. Вот. Тут мы начинаем. Дальше электричество проводят. Теперь уже мы на учете стоим. С дороги ехать, Потеряевка, государственный знак стоит. Нас в реестр на карте занесли. А он так, всем советует. А ты поезжай туда. Он говорит, ладно, я поверил ему. Теперь каждое яичко я должен продавать по сколько? По герману я должен каждое яичко продавать минимум 100 рублей. Ну, кто же меня купит-то? Ну, дурью маются. Дальше он продает кирпич хлеба. 800 рублей. Ну, ты думай или нет-то. Мясо у меня, говорит, я барана заколол. Каждый килограмм у меня, чтобы стоил полторы тысячи. Ну, какой это совет? Он хохочет. Когда я был, буханка стоила 450, но потом они опустили до 200. Ничего не опустили, он поднял только сейчас. Это все налога рассчитана. Теперь мясо, говорит, которое у него полторы тысячи килограмм. Ну, у меня нет бизнесменов, которые хотят тысячу лет жить. У меня, ну, понятно, я добавки какие-то делаю, сено заготавливаю. А сено, значит, только вручную косить. Ну, явно, что он смеется над людьми. Ну, что ты сделаешь? Ну, вот я бульдозер бы не нанял, а это уже нельзя, трава. Он оправдывает вот это, говорит, я наценку большую поставил. Он бесплатно раздает лицевой свод. И там очень много. Он не раздает, он написал. А человеку показаться и говорит, ну, вот я стою сколько время. Ну, и так, у кого денег нет, это написано. Он очень в этом деле хитрый. Тот может взять булку. Да, написано было, читал это. А человек понимает, булка 450, а сегодня 830 она у него. Булка-то. И человек стоит, на него видит. И он понимает, что не мог хлеба дома взять-то, собака приехала. Он, человек, не возьмет. Он не возьмет. К нему он на дом не привезет. Ему это не надо. Он в редакцию пришел только, булку хлеба привезет и советует за эту цену купить. Все шарахнулись. Каждую субботу с 12 до 4 к нему приезжает больше 100 человек. Это человек, который там был, жил. Да, они приезжают с Москвы, богатые. Они дают ему деньги, а он печатает лицевые своды и раздает. То есть ему нужны все-таки деньги. Это здесь не как бы, он не для себя. Ну, кто какие тебе-то даст деньги? Это ему дают, да. Ну, как бы они покупают, просто он говорит, я наценку делаю хорошую для того, чтобы я мог печатать. Деньги же печатать. Печатать лицевой свод, который он раздает. И не только там у него... Да зачем он нужен лицевой-то счет, когда ни жизни, ничего там нет. Он считает, что это исторически... Ну, даже узнал, я узнал. Я сижу голодный, мне это нужно. Исторически. Голодному надо хлеб. Да ничего этого нет. Он говорит, вот продукты, которые... Я ни одного яйца не могу продать по его цене. И кому я продам, я в деревне. Он обманывает на каждом шагу. Он пользуется моментом, потому что там богатые приезжают. Он стоит, расстреляет, как в землю. Вот ученых надо всех расстрелять, показывает, как... Ну, и здесь... С вами переселенец Николай. Николай. Вот дальше. Я в деревне... Несколько лямов там могли бы мне отстегнуть. Никто говорит, меня отстегнет как ему. А у него в землю на груди копает, золотые губышки находит. Он говорит, он с ним вместе был. Обман. Выступает приезженщинами. А ему задают, как это, ни в коем разе ребятишек нельзя отпускать в школу. Правильные слова говоришь. А как я буду учить? Да учителей нанять он-то может. Он смеется над нами. А ты наймешь? Нет. Я сразу вспоминаю, как в Тихом Доне, там, кажется, прочитал. Он пригласил в гости казаха. Богатый казак. Так он сел. Баба, подавай первое. А этот отдельно за отдельным столом стоит. И вот он подал, что борщ жирный. И ему тот ест, потеет. Вот это да. И он так, подавай первое. Сидит вот так вот. Ну, баба, подавай второе. А он смотрит, а у него бороденка-то жиденькая такая. Дальше шесть блюд. Он побыл, тоже пришел домой, когда в юрты. Баба, подавай первое. Все. Подавай второе. Ничего нету. Опять ничего нету. Опять тюре на квасе или на воде. Что ему говорить-то? Когда у него миллионы и миллиарды награбил. Обманным путем. Это всему миру понятно. Такие деньги в раз не зарабатываются. И когда страна в страшной опасности находится. Все разворует. Он первый миллиардер. То есть самый главный вор. Он Россию выкупил из долгов. Понимаете? Он патриот. Да, патриот. У нас все патриоты. Березовские, Абрамовичи. Все это патриоты. Только они почему-то деньги в Израиль перекачивают. В Америку. Ну вот и все. Я услышал об этом, Крашенинников. Тебя туда тянет. А когда ты до конца прочитаешь, то видишь обман. Церковь посылали людей, которые расследовали все и видят обман. Церковь не пошла на это. Так мы говорили-то горизонт. Я говорю уже о духе лжи. Так что? Горизонт у меня закончили, да? Горизонт, да. Вот это первое у тебя правильно нарисовано. Вот это. Вот оно тебе. Ну это я о солнце. Вот тут что у тебя написано. Вот это горизонт. Вот это на глобусе будет такой? Да. Это не на глобусе, на льду. А вот это на плоской земле. Это не в глазах, только на фотокарте. Плоской земле. Вот это мировой океан ноль. Вот он такой показывает. Да не так. Вот так он идет, мировой океан. Он идет от земли на равное расстояние. На глобусе он должен идти так. Вы правильно считаете? Не может, не может, а океан теперь глубиной быть тысячу километров-то. Что-то вы думаете-то. Вот так как земля, и вот допустим, мировой океан, допустим, мы находимся на самой глубокой точке. Ну а ширина той впадины 600 километров. Ты так ее поверни, так хоть куда поверни, везде будет одинаково. Мировой океан показана самая глубокая впадина в мировом океане. Не глубине. А ты эту линию промахнул, куда она у тебя... Не глубине, речь идет о том, что... Она у тебя от земли-то куда потянула, уже на тысячи километров кверху от земли. Океан, уровень океана от земли везде одинаково, на одном уровне идет. Вот так она и идет. Но это большое расстояние нам не видать. Это же надо так человеку вбить в голову, что вода может стоять вот так. Да, может. Это же надо можно убить. Ты не веришь просто, неверующий. Бог это делает. Из-за чего создал, и люди не верят. И создал Бог. Повесил, написано ни на чем. Библия говорит, повесил ни на чем. А как это? Виточки, веревки. Ни на чем. Согласиться надо. На всем земном шаре. Слово шар прямо показывает 11 глава 3 ездра. И не просто шар, как-то понимать крыша. А там написано, среди народов, которые на земле и на всем земном шаре. Речь идет о людях и о земле. Уже толковать ничего не надо. Шар, пласт. Все, я сказал больше на этом. О горизонте. Все, десятый пункт я запишу. Десятый пункт запишу. Больше говорить не будет. О горизонте. То есть сейчас напиши, о каких мы не будем говорить. У меня записано все с этого. Ну записано, запиши, о горизонте. Все, о горизонте. О горизонте мы больше не подходим. Если что-то новое будет, то можем поговорить. Ну, если что-то новое еще будет, да. Ну, сегодня ты знаешь, потеряю в киномости-то там. Ну да, у нас пополнение потеряю. Мне сестра звонит. Ты знаешь, новая поселенность говорит. Я говорю, какой, откуда? Наверное, я говорю, Лешин там родился и в Тихии. А ты откуда знаешь? Это что у меня вопрос? Вот видишь, пока говорили с тобой, появился вопрос. Ну, я могу глянуть. Немножко. Мне кажется, знакомый человек что-то там говорит. Еще он пишет. Вот. Игнатий Тихонович. Табачные компании, проклятие древних индейцев. За 100 миллионов всех убиенных нужно... Что-то я не пойму. Помолиться. Нужно помолиться, чтобы американцы покаялись в том, что страна их стоит на крови тех самых индейцев. Господи, добразумие тех американцев, которые стоят на крови индейцев. Я, конечно, об этом молюсь. Чтобы пришли к покаянию. Дальше. Очень вас прошу об этом. Господи, услыши молитву, чтобы американцы покаялись, что убивали индейцев. А также, чтобы помолиться о том, чтобы вместо статуи свободы установили статую Господа Иисуса Христа в такой же рост. Аминь. Ну, это я не знаю об этом молиться. Там, скажем, тогда Эфилию башню, чтобы убрали, Останкинскую поставили. Так мы можем что угодно. Это мне не касается. А это грех, что они убивали. Это кто такой мультивен? Ну, это не его имя, не его фамилия. Я знаю. Что если люди скрываются, значит, что-то у них не договаривают. Я не знаю, кто он. Ну, и засчитывать нечего. Когда, если ты перед Богом, ты знаешь свой путь, тебе не надо ни аватар, ни ники придумывать. Не надо. Конечно. Фотографию поставят, что боятся такого. Да. Смертельно. Мы можем посмотреть это, который зубом увеличит. Не надо. Ну, и все на этом. Благодарю. Слава Христу.